Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас рецепт из американской кухни. Готовим знаменитые булочки с корицей Синабон. Поехали! Итак, начнем готовить тесто. Для этого нам понадобится 2 яйца. Эти яйца надо вытащить из холодильника за 20 минут до приготовления, чтобы они успели согреться. Ну или даже за час. Разбиваем второе. К яйцам отправляем соль и сахар. Размешаем это все венчиком. Сильно взбивать не надо. Нужно добиться того, чтобы сахар растворился в яйцах. Сегодня я готовлю тесто в миксере. Первым в чашу миксера я отправляю муку. Добавляем всю. Как бы не задеть. Муку, конечно же, я заранее просеяла. Теперь к муке отправим дрожжи. Я заранее подготовила дрожжи. Они настоялись и вот такими пузырьками поднялись. Это значит, что дрожжи хорошие и тесто будет хорошим тоже. Вливаем к нашей муке. Готово. Теперь в чашу миксера мы отправляем яичную смесь, которую мы недавно подготовили. Сюда же вливаем заранее растопленное масло. И теплое молоко. Не берите молоко слишком горячим. Продеваем крышечку. Все ингредиенты отправлены в чашу миксера. Теперь начнем миксить наше тесто. Тесто готово. Достаем тесто из чаши миксера. Достаем тесто из чаши миксера. Тесто получилось очень-очень мягеньким. И к рукам не пристает. Вот такой красивый колобочек у меня получился. Теперь я отправлю его на расстойку. Мисочку я смазала маслом. Для того, чтобы к ней не пристало тесто. А теперь накрываем наше тестушка. Упс. И оставляем отдыхать на 45-50 минут. Для того, чтобы тесто подошло. За это время тесто увеличится на целых 2 раза. Час прошел. И наше тесто подошло. Давайте посмотрим, насколько оно выросло. Ух ты! Посмотрите, как тесто выросло. А самое главное, оно такое мягкое, пушистое. Давайте-ка вытащим его сюда. Посыпем немножко мукой. И достаем тесто. Ух ты! Смотрите, оно само падает. Вот наше пушистенькое тесто. Такое пузырчатое. Немного посыпем муки и разминаем. Сейчас я разомну его в форме квадрата. Опять насыпем муки. И заворачиваем в конверт наше тесто. Немножечко муки. Упс. Вот такой конвертик. Конверт оставляем на столе и накрываем мисочкой. Так он пролежит 15 минут до полной готовности. А пока я буду готовить начинку. Для начинки нам понадобится тростниковый коричневый сахар и корица. Коричневый сахар, в принципе, можно заменить и на обычный белый сахар. К сахару мы добавляем корицу. Ммм, какой аромат! И размешиваем. Тесто раскатаю до толщины 5 мм. Стараемся, чтобы тесто раскатывалось в форме квадрата. Такое воздушное тесто получилось. Тесто раскатано. Теперь обмажем тесто сливочным маслом. Оно должно быть теплым. Посыпаем нашу начинку на тесто. Начинку распределила. Теперь будем заворачивать рулет. Делать это нужно аккуратно. Рулет не должен быть слишком тугим. Иначе форма у синагонов выйдет не очень красивая. Рулет готов. А теперь срезаем некрасивые концы с него. Надо срезать вот таким образом, чтобы здесь слои не склеились. Иначе будет некрасиво. А теперь разрезаем уже будущие синагоны. Итак, булочки сформированы. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 16 булочек. Булочки оставляем на расстойку на 15 минут. Затем будем выпекать булочки 20-30 минут при температуре 180 градусов. Синагоны испеклись. А теперь приготовим помадку для их смазывания. В миску отправляем творожный сыр. Сюда же отправляем сахарную пудру. И размягченное сливочное масло. И размешаем это все венчиком. Обмажем помадкой наши синагоны. Синагоны готовы. Теперь разрежем их. Берем один синагончик. Вот такая красотища у нас получилась. Давайте попробуем синагон. Ммм, это просто блаженство. Синагон получился очень вкусным. Мне очень понравилось. И самое главное, сама булочка очень пушистая. Если присмотреться, здесь есть пузырьки. Очень вкусная, воздушная булочка. Друзья, готовьте синагоны. Я уверена, что они вам точно понравятся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok